Долгожданная реконструкция сети водоснабжения в селе Якорь Козлужарского района подходит к концу. Работу здесь выполнили уже на 75%. Построили 10 километров сети и установили 130 колодцев. Трубы, кстати, тянут методом прокола. Этот способ проще и дешевле в реализации. Завершить работы планируют уже в сентябре этого года. Об этом сельчан Якима области заверил представитель подрядной фирмы. По договору срок завершения строительства до июля 2023 года. Темпы хорошие, они только на руку жителям Якоря, которые были вынуждены в последние несколько лет экономить воду. Ведь давали ее здесь строго по часам и со слабым напором. А все из-за изношенных труб. Этот водопровод был старый. В прошлом году было 27 аварий, получается. До этого 14 аварий было. Понятно, что чуть-чуть там начнешь давить, труба не выдерживает, старая. Поэтому было принято решение о том, что здесь нужен новый водопровод. И вот 13,5 километров только новые трубы протягиваем. Теперь вопросы будут все сняты. Нечем поить скот, поливать огород. Трудности последних нескольких лет Анна Иванова помнит, как сейчас. Наконец, с заменой сетей водоснабжения проблема решится. Теперь сельчанка купит средства на подведение водопровода в дом. Мы очень сильно намучились. В прошлый год я вообще ничего не садила, потому что не было воды. А тоже муча детей, они еще маленькие. У меня тогда сыну было 10 лет, но все равно он маленький. Для этого таскать флягу я планирую провести воду в дом. Заявку на подключение дома к сети водоснабжения подали 30 человек. Этой возможностью могут воспользоваться жители всех 712 дворов села. За один метр вместе с материалом здесь просят 3,5 тысячи тенге. Менсионерам обещают скидку. Кроме того, ОТО КАЗ Еврострой может сделать это в рассрочку. Скидка будет, но это будет удивлено. Почему? На какое расстояние будет? По проекту у нас 13,8 километров. 110-й. 1400 метров у нас 160-я труба лежит на входе. Это для давления. Основная труба у нас лежит 110-я. На сегодняшний день проложено уже 1400 метров 160-я и 10 километров уже лежит у нас 110-я. Поставлено уже 130 колокций. Нам осталось, в принципе, считайте, 3 километра всего осталось. До конца этого года ситуацию с водой улучшат в 15 селах области. Живительную влагу подадут еще в 10 населенных пунктах, где живут 45 тысяч человек. В 2022-м на строительство и реконструкцию 135 километров сетей планируют направить свыше 12 миллиардов тенге. На сегодня из 635 сел области централизованного водоснабжением обеспечено 406 населенных пунктов. Женаль Писембаева, Александр Янсен, МТРК. Продолжение следует...